Друзья, всем привет! На связи Денис Фетисов. Немножко хочу затронуть тему. Получается так, что как покупать недвижимость на 30% ниже рынка. Значит, ну давайте так, сразу скажу, что первое и основное, это то, что нужно сделать, это изучать рынок глубже. То есть, если вы зашли, скажем, в одну интернет-площадку какую-то, которую вы считаете в своем городе или в своей стране топовую, и рассматриваете там недвижимость, вы должны понимать, что на подобных площадках, 5, 10 и так дальше площадках, будет абсолютно разная аудитория. И если вы будете смотреть на разных интернет-площадках, больше вероятность того, что вы будете находить разные объекты. И таким образом можно находить те объекты, которые размещаются гораздо дешевле, чем просто на одной площадке, если вы будете это смотреть. Потому что продавцы, непосредственно владельцы квартир, они редко могут размещаться на всех интернет-площадках, крайне редко. То есть, это могут делать компании, брокеры и так дальше, но сами владельцы, они не размещаются на многих интернет-площадках. Поэтому я рекомендую изучать больше интернет-площадок. Там вы найдете для себя гораздо лучше и интереснее цены и цифры. Поверьте, абсолютно разная аудитория размещает на разных интернет-площадках. И вот, значит, второе, то, что я рекомендую смотреть всегда на основных площадках, которые, к примеру, как OLX и так дальше в Украине. Мы хотим рассматривать эти площадки не только на первых страницах, а вот именно 10, 15 и так дальше страницах, которые уже выпали давным-давно из топа. И чаще всего это могут попадаться именно владельцы самой недвижимости, продавцы без посредников. Почему? Потому что они размещают один раз на объявление и не поднимают его в топ. Перебивают всегда и доминируют над объявлениями, подачей объявлений. Это брокеры, риэлторы, компании, они вкладывают деньги и хотят находиться в топе, чтобы быстрее привлекать к себе клиентов. Чаще всего продавцы, владельцы квартир, они этого не делают. Поэтому их смещают на пятую, десятую, пятнадцатую страницу. Соответственно, они уже могут быть немножко разочарованы, потому что к ним мало кто звонит, мало спроса и так дальше. И они больше вероятно, что уже готовы к торгу, к снижению цены и так дальше. Поэтому не пренебрегайте этим, это очень хорошо работает и всегда действует. Третье. Всегда смотрите с точки зрения, как смотрит на недвижимость инвестор. Инвестор всегда смотрит на недвижимость, как можно ниже ее купить. Что это значит? Это значит, что он покупает недвижимость на стадии строительства. Да, больше рисков, больше каких-то непонятных вещей с застройщиками. Но если застройщик надежный, это не так сложно проверить. Я думаю, что я объясню и покажу вам в следующем видео, как можно находить застройщика, который будет сто процентов быть в нем уверенным и не проигрывать в нем. Значит, ну это другая тема. Поэтому смотрите на ту сторону, как смотрит застройщик. И инвестируйте на стадии как раз строительства. Вы таким образом 20% запросто можете сэкономить на недвижимости. И больше. Значит, дальше. Смотрите всегда на залоговую недвижимость банка. Залоговая недвижимость банка, она всегда выставляется дешевле, чем продается на рынке. Средняя цена рыночная продажа любого застройщика. Почему? Потому что банк не любит долго держать у себя недвижимость. То есть, ему проще это продать и дальше реинвестировать и вкладывать деньги в свою отрасль. Значит, поэтому с залоговой недвижимостью можно находить 20-30% иногда и выше, если смотреть на банк. Поэтому смотрите, те люди, которые покупали через банк недвижимость, их очень много и они не смогли выплачивать своевременно. Банк отымает у них недвижимость и таким образом выставляет ее гораздо дешевле. Поэтому нужно на это обращать внимание. Есть еще у застройщиков такая вещь, как они могут расплачиваться с подрядчиками с самой недвижимостью. И подрядчики, чтобы не тянуть, а быстрее получить деньги, чаще всего выставляют недвижимость тоже на 20-30% дешевле, чем сам застройщик. Поэтому они хотят отбить быстрее деньги и они выставляют эту недвижимость гораздо дешевле. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Я думаю, что эти несколько лайфхаков помогут вам определиться и понять, что можно находить недвижимость гораздо дешевле. Значит, еще один немаловажный фактор, который влияет на то, чтобы отобрать себе недвижимость гораздо дешевле. Значит, да, сейчас век инноваций, технологий, интернета, всего продвижения и так дальше. Но я вам хочу сказать, что не все люди еще перешли в современный мир и не все люди еще пользуются интернет-возможностями. Поэтому я рекомендую настоятельно вам обратить внимание на распространение, расклейки объявлений. Значит, люди, которые еще не владеют интернетом, еще остаются в старом подходе и расклеивают объявления, рекламные объявления на столбах, на подъездах, на остановках и так дальше. Где квартиры могут быть на 20-30% дешевле. Поэтому я рекомендую обратить внимание как раз на то, что объявление, я так через объявление покупал себе дом, участок земли, на котором был дом с газом, со светом. Я купил его за 90 тысяч гривен, это порядке 3-4 тысяч долларов. Значит, и я его как раз нашел по объявлению рекламному, которое было наклеено просто на заборе. Поэтому, друзья, я купил его не на 30% дешевле рынка, а думаю, на процентов 70 дешевле рынка. Поэтому не пренебрегайте этим, это работает и рекламные объявления, которые расклеивают вот эти, это чаще всего владельцы квартир. Поэтому современные риэлторы, брокеры и так дальше, они уже этим не занимаются. Обращайте и акцентируйте на этом внимание. Находите дешевле объекты, гораздо дешевле, чем предлагает рынок. Это возможно. Немножко покопошиться и не нужен для этого брокер и риэлтор. Нужно всего лишь использовать вот несколько шагов, которые я вам предложил. Попробуйте и вы убедитесь, что недвижимость можно находить гораздо дешевле, чем предлагает рынок. Все, всем до встречи. В следующих видео буду делиться еще больше. Пишите вопросы. Я буду отвечать, стараться на ваши вопросы, так как у меня большой опыт в недвижимости. И буду раскрывать вам какие-то секреты, какие-то лайфхаки, которые вы сможете использовать в своей жизни и непосредственно в недвижимости. Всем пока, до встречи. С вами был Денис Витисов.